Всем привет, друзья! С вами снова, как всегда, Александр. И сегодня я вам расскажу о новой колясочке от компании Spira. Моделька называется Only. И вот, честно говоря, не перестаю удивляться вообще этой компанией, как они могут делать за вот этот прайс так качественно колясочки. Вот посмотрите на нее вот так вот, да, первым взглядом, да, очень мягкая эко-кожа. Очень хорошие материалы. Здесь такое типа золото розовое, сумочки все аккуратненько, лейблы. Ну, прям красота. И выглядит она дорого, ощущается она дорого. Ну, она так недорого стоит. Вот пройдите по ссылке внизу в описании на First Buggy первую коляску магазина, и вы сами убедитесь в том, что она очень недорогая. И посмотрите обзор до конца, и поймете, что она стоит сильно недорого, а получите вы очень много качественной коляски за эти деньги. В общем, ладно, давайте будем изучать, пробежимся по ней. Сверху вниз начнем изучать, и начнем с люльки. Но перед этим, в двух словах, технические характеристики я вам обозначу. Spirit это польская компания. Гарантию производитель дает один год, и она еще очень легкая. Смотрите, вес с люлькой, вот как сейчас, она весит всего 11,3 килограмма. Вес с сиденьем, с прогулкой, то есть весит 10,3 килограмма. Это очень немного. У спинки прогулочного блока очень хороший диапазон от 100 градусов до 170 градусов. Ну, она как бы с рождения до 4-5 лет, понятно, получается. Максимальная ширина колесной базы 59 сантиметров. Уже мы везде влазим. Так, люлька у нас 74-33, тоже хороший размер. И вес максимальный ребенка она выдерживает 22 килограмма. Идеальные характеристики, ну, просто я не знаю, что еще желать. Вот, собственно, ладно, давайте приступим, разберемся, что это за зверь такой. Собственно, люлечка, размер я уже вам сказал, размер прекрасный. Давайте посмотрим, что здесь можно поднять, что нельзя поднять. Здесь вот на липучке, если надо, можно будет летом проветрить, естественно. Единственное, нет вот так здесь москиточки, когда мы вот эту часть открываем. Но есть она вот таким образом. Вот так откроем, если. То получаем ту самую москиточку. Можно тоже проветривать. Да и солнечные ванны ребеночку не помешают, особенно в нашем чудесном питерском климате. Так, собственно, у нас есть ручка для транспортировки. Ручка, она закрыта крышечкой такой вот на магнитике. В козырьке есть дополнительная еще одна секция, которую можно завернуть и обратно вывернуть. Так, смотрите, что касается. Бортик очень хороший на магнитике, чтобы у нас меньше задувало. Кстати, в козырьке и в прогулочном блоке, и в люльке... Ой, не то отстегну. Есть москитная сетка. Это прям универсальное такое решение. Ладно, с этим я потом разберусь. Так, москитная сетка встроена у нас здесь в козырек. Прекрасно. Так, давайте посмотрим внутри. Что она из себя представляет. Смотрите, люлька действительно глубокая, длинная. У нее неплохой, очень мягкий, приятный матрасик. У нас, насколько я помню, здесь деревянное дно было. Сейчас я загляну три секундочки. Мне нужно перепроверить. Да, деревянное жесткое дно. Для любителей. И есть много людей, которые хотят именно деревянное дно. Собственно, пожалуйста, за эти деньги у вас еще и деревянное дно. В общем, собственно, люлька здесь, как по мне, прекрасная. Она в любом ценовом сегменте. Вот ее характеристики, они замечательные. В принципе, все отлично. Так, снимается люлька. У нас сбоку здесь есть кнопочки. Ручка. И у нас есть здесь, смотрите, сколько длинных, повторюсь, длинных ножек, чтобы мы могли ее ставить куда-то. И она у нас не пачкалась. Собственно, давайте мы ее и уберем пока что. И перейдем к изучению прогулочного блока. Вот, собственно, прогулочный блок. Такой прикольный. Напоминаю, и по ходу, и против хода, естественно, ее можно разворачивать. Он реверсивный. Так, а с козырька начнем. Козырек вот у нас здесь есть отверстие с москитной сеточкой. Фиксируется все на магнитике. Если нам нужно, мы можем еще открыть секцию. И вот тут у нас тоже москитная сеточка. Можно эту секцию закрыть. И эту секцию закрыть еще на замочек, если это нужно. Она здесь убирается. Если закрываем, вот такой у нас получается козырек. Эта часть у нас тоже, соответственно, выгибается, загибается. Также москитная сетка у нас здесь вот мешочек. И натягивается москитная сетка. Здорово. Вы ее никогда не забудете. Она у вас всегда с собой. Так, что касается регулировки спинки. Здесь у нас сумочка. Это вот такая понтовая сумочка. Мы ее пока убьем в сторонку, чтобы она не висела и нам не мешала. К ней мы еще вернемся. Спинка у нас здесь вот регулируется каким образом. И получаем у нас к 170 градусов, по-моему, градусов я говорил. Да, 170 градусов. Длинное, хорошее место. Подножечко у нас, естественно, регулируется. Здесь непривычные кнопки сбоку, а здесь снизу одна отдельная кнопка. Вот так можно это регулировать. Так, посмотрели, как регулируется. Теперь смотрим, что касается безопасности. То, что у нас здесь пятиточные ремни. Очень-очень плотные такие мягкие накладки. На паховой зоне, естественно, тоже есть пятиточные ремни. Бампер. Бампер, насколько я помню, откидывался. Да, откидывается. Он тоже из эко-кожи. Соответственно, с этим все окей. Вот эта часть сделана тоже из эко-кожи, чтобы это все легко чистилось, убиралось. В общем, практически все сделано. Все хорошо. Так, смотрите, здесь на спинке еще есть вот такой вот маленький кармашек. Можно сюда тоже что-нибудь запихнуть, спрятать. Телефон, в конце концов, вполне себе нормалек. Так, давайте сейчас с вами посмотрим багажник и амортизацию, тормоз. Все как обычно. Так, смотрите, что касается багажника. Тут он действительно большой. Он у нас закрывается. Сверху у нас здесь сеточка, чтобы можно было заглянуть, что у нас там лежит. Вот, уберу ее сюда пока в стороночку. Вот, он глубоченный. У него здесь пластины жесткие, чтобы он меньше прогибался. В общем, глубокий, хороший, полноценный багажник. Пакетик. Вот, собственно, с багажником здесь все хорошо. Единственное, я бы хотел, чтобы пространство для поклажа было больше, имеется в виду погрузочная зона. А то здесь багажник здоровенный, а окошечко не такое большое. Так, тормоз. Нужно нажать и отковырнуть. Но все думают, что, ну как и я думаю, что будем портить обувь. Но здесь снизу кнопка резиновая. Поэтому вы не будете портить обувь резиной. Вы навряд ли повредите обувь. Так, колеса у нас здесь резиновые, надувные. И спереди, и сзади. Вот, давайте теперь амортизацию смотреть. Есть. Есть. Собственно, что касается шасси. Все окей. Ну, блин, все время в голове цена этой коляски. Я не перестаю удивляться, как они вообще могли это сделать. Но молодцы. Собственно, ручка у нас здесь регулируется по высоте. Она в эко-коже. Повторюсь, вначале говорил, очень мягкая, приятная эко-кожа. И такая, знаете, не скользит. Такой хват достаточно приятный, уверенный. Прям хорошо сделали. Так, теперь давайте посмотрим сумочку. А потом уже посмотрим, как она складывается. Сумочка у нас, я уже показывал, здесь она у нас цепляется. Сумочка у нас достаточно глубокая. Есть пеленальник, термоотсеки. Дополнительный ремешок, чтобы можно было ее вне коляски использовать. Ну, вдруг она вам так понравится, что вы ее просто с ней ходите. Ну, бывает же. Вот, соответственно, сумочка замечательная. Все. Вот таким образом это выглядит. Замечательно. Теперь давайте попробуем колясочку с вами сложить. Что у нас из этого получится. Так, насколько я помню, эту коляску можно было сложить только против хода движения, если поставить, или наоборот, по ходу движения. Сейчас посмотрим. Здесь вот есть кнопочка, чтобы наклонять спинку, и еще одна, чтобы ее складывать. И чтобы ее складывать, вот видите, если мы по ходу движения складываем, что происходит? Опускаем ручку. Ручку. И пытаемся сложить. Она у нас складывается. Сумку всегда лучше снимайте, чтобы она не падала на пол. Собственно, все. Вот так по ходу движения. Ну, это совсем не то, я считаю. Лучше, чтобы она была более компактной. И, соответственно, ставим ее сейчас против хода движения. Давайте я все-таки сниму сумку, чтобы она обземлю не почек расти. Вот. Ставим против хода движения. И смотрим, какая она будет сложена в виде против хода. Делаем те же манипуляции. Вот, видите, она уже ушла дальше. О, отлично. И теперь все хорошо. Теперь она у нас обычная компактная колясочка. Она сейчас размером, как обычная книжка про гвочная коляска. Это Britax B-Motion 4. Плюс там, я не знаю. Joy Mitrex. Все они приблизительно вот такого размера в сложном виде. Поэтому. А тут у нас еще и реверсивный блок. В общем, интересно получается. Так. Вот таким образом это все у нас делается. В общем, вы все увидели, что я хотел показать. Мнение у вас, я думаю, сложилось. Подытожу. Мое личное мнение я уже сказал. Я очень приятно удивлен качеством, материалами, ощущением и цена. Вот удивительное соотношение цена-качество. Ее смело можно продавать дороже. Не знаю, процентов на 20. И то она будет нормально ощущаться, продаваться. Ну, я не к тому, что кто-то будет обманывать людей, там нет. Но вот мои личные ощущения. Она ощущается дороже, чем она стоит. Выглядит она дороже, чем стоит. Мягкая, приятная подвеска, надувные колеса, места много. Но я не знаю, к чему придраться. Учитывая цену, если только через цену смотреть, идеальная практически коляска. Ну, мнение, конечно, у вас может быть свое. Если вы с чем-то не согласны, у вас есть свое мнение, напишите в комментарии. Обсудим, поговорим, что к чему. Интересно услышать мнение и ваше тоже. Соответственно, большое спасибо первой коляске за предоставленную колясочкой с первой онлайн-обзор. Вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. И всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok